С 1 июля вступил в силу закон о такси, запрещающий заниматься перевозкой пассажиров и заказного багажа без лицензии. Ужесточены правила дорожного движения. Чересчур затонированные стекла теперь караются административным штрафом или снятием с автомобиля госномеров. Как в республике исполняются новые требования закона, выяснил Заур Гидуев. Такими драконовскими методами государство пытается внести порядок в пассажироперевозки. В системе не было достаточного контроля, говорят специалисты. Теперь перед выездом автомобиль должен пройти техническую проверку, а таксист – медосмотр. Если же нет лицензии, он и вовсе не имеет права перевозить пассажиров. Штраф от 5000 рублей. С этим явлением еще можно бороться, подчеркивают сотрудники ДПС. Но больше всего проблем им доставляют любители покататься в авто с наглухо затонированными стеклами. С 1 июля за это снимают регистрационные номера. Но принятые меры, похоже, пугают не всех. За полчаса на посту ДПС «Шалушка» было остановлено десяток таких нарушителей. Одни снимают пленку добровольно, другие сделать это отказываются. Как, например, эта девушка на приоре. Пост буквально завален черными пленками, снятыми с лобовых и передних стекол машин. Но некоторые отъезжают подальше и снова ее наклеивают. Страфы их не пугают. Сокрушаются инспекторы. В основном молодежь у нас этим болеет. Я не знаю, от кого они прячутся, что они прячут. Но бывают случаи, даже он вот здесь снимет, улетит, потом отъедет, там по новой клеит. Такие случаи тоже бывают. Затемненность стекла измеряют специальными приборами в присутствии водителя. Если светопропускаемость ниже 70%, черную пленку водителю придется снять. И тогда он отделался штрафом в размере 500 рублей. Если же нарушитель откажется это сделать, ему придется расстаться с госномерами и ходить пешком. Пока не устранит причину и не явится в ГИБДД на автомобиле с нормально затонированными стеклами. Заургидуев, Асламурзахандохов, Вести, Кабардино, Балкария.